Не как обычно, через 10, а через 11 лет пройдет всероссийская перепись населения. Она уникальна. А в чем заключается ее необычность? И о новшествах масштабного необходимого мероприятия в репортаже Аллы Динаевой. Начальник отдела организации проведения переписи и наблюдений в Карачаево-Черкесии Кулистан Шедакова рассказывает, что начиная с января сотрудники Северокавказстата активно вели подготовительную работу к переписи населения 2020 года, которую планировалось провести в октябре. Но в апреле пандемия внесла свои коррективы и Росстатом было направлено предложение в правительство России о переносе переписи на 2021 год. И теперь масштабное мероприятие будет проходить с 1 по 30 апреля следующего года. А продиктовано это тем, что необходимо более основательно подготовить переписчиков. Ведь эта перепись уникальна и отличается тем, что будет проходить в цифровом формате. Если раньше переписи все проходили, был огромный бумажный стат инструментарий, скажем так, миллионы переписных листов. Все это переписчиками носилось с собой, заполнялось. Потом они сдавались сюда в органы статистики, здесь проверялись. Потом листы сканировались, шла дальнейшая обработка. Все это направлялось в Росстат. И там еще проверялось. И таким образом выходили итоги. То сейчас, прежде чем выработать вот эту концепцию, был изучен опыт многих стран. И в результате руководством Росстата было принято решение провести перепись в таком формате. А для четкого проведения первой цифровой переписи населения необходимо основательно подготовить и персоналы, и сами устройства. И программное обеспечение делится Кулистан-Шедакова. И главная задача – привести в порядок адресное хозяйство республики. Это указатели на именование улиц, квартир, домов. Кулистан-Шедакова говорит, что в сентябре 2019 года нанимали 160 человек. И они прошли по всей республике со списками адресов на руках и сверили с действительностью все на местах. А произошедшие изменения внесли в автоматизированную систему. Кроме того, для переписчиков 2021 года подготовили и электронные карты по каждому населенному пункту. Есть еще новшества первой электронной переписи. Во-первых, с 1 по 22 апреля желающие смогут пройти перепись на портале госуслуг. Затем, то, что он на планшете пойдет переписывать с электронным устройством. И третье, желающие, они еще могут прийти сами в стационарный участок. В данном случае есть договоренность, что многофункциональные центры тоже будут являться как функцию внести стационарных участков во время переписи. То есть, если человек не хочет, чтобы к нему домой пришел переписчик, и по каким-то причинам он не может пройти на портале госуслуг, он может прийти в МФЦ и там пройти эту перепись. Либо сам там будут для этого условия, либо будут переписчики наши, которые также помогут ему пройти эту перепись. Или можно это сделать с помощью волонтеров, которые будут привлечены для проведения переписи. А всего для масштабного мероприятия в республике будет задействовано около 1 тысячи переписчиков. Сейчас идет подбор персонала. Водинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.